всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение с вами рэй мы продолжаем играть в игру мир юрского периода купите билеты на розыгрыш призов мы это сделали так три карточки взяли так потратили еду вот сделку мы сейчас бы не сделали так что давай-ка мы что-нибудь выберем устрашение за 11 днк в принципе можно не так дорого так а вот это что у нас такое bistro на мейн-стрит но эта фигня какая-то полная не хочу брать так увеличивать запасу за это я оставлю тропиогнат у меня их по моему целая куча поэтому пускай так остается днк не так уж и много здесь дает но в принципе все да в принципе все давай здесь заберем награды пвп-шки используя три ускорения и кинозойскую эру так ну битва с боссом закончена кстати да я же получил статую надо ее поставить так заходим с тобой вот она золотая статуя ура босса 66 она дает нам семь процентов к прибавки так секунду а почему я стоп 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 подожди вот а то я уже думал что за фигня куда бы и позвонить здесь где-нибудь наверно было бы неплохо еда поставить блин где-нибудь в другом месте здесь я даже не знаю или вот здесь вот можно так ура босса где у меня там ты вот здесь поместишься да вполне вот здесь пускай стоит замечательно так ну что друзья давайте посмотрим какие у нас события белая мгла обожаю и все что ли а нет могучие деньги и собирая команду дрожжи блин а что это собирая команду дай-ка я посмотрю но тут пять поединков ладно посмотрим но сначала белая мгла элос матерей архиатерий короче понятно против них мы берем с тобой сразу шерстистого носорога и плюс наверное синтета цирас вот так вот мы сделаем и плюс я возьму эндрикатерия поехали друзья я думаю что мои супер как говорится мерзлявые животные наверно здесь устроит им неплохой взбучку особенно элос материю который первый попал нас под атаку что он будет здесь придумывать у него 83 атаки друзья мои у меня 80 ой 726 здоровья то есть довольно мощный носорог ну-ка давай пробьем замечательно элос материи у нас отдыхает ну и выходит архиатерий что он сейчас здесь будет придумать будет атаковать у него кстати атака меньше на десяточку почти ты смотри-ка они хотят потихоньку потихоньку мне все таки уничтожить да носорога 1 2 1 1 слушай но здесь победа за нами это явно ну что последний архиатерий пришел 65 к атаке у него даже если все потратит естественно него не хватит а мы его час разберем что у нас с тобой 5 очков действий плюс даже на одну защиту если взял даже если на одну защиту да мы его пробиваем ребят все бамс ну тут потому что у нас было классовое как говорится преимущество ребятам и так быстро в принципе разобрали радоваться то здесь конечно рано еще потому что два поединка впереди давай смотреть эндрю сарх титана боу и эндрик атерий ну здесь наверно возьму келлинг кинать здесь гасторниса и против эндрик атерия надо взять мамонта но я сделал немножко по-другому нам же нужно там отыграть в канализойской эрит как ты помнишь да поэтому блин ледниковых нету ладно амфициона я возьму да я возьму амфициона так раз ну я надеюсь что кельнг кин здесь справится он не будет наверно надеюсь ставить эндрик атерия так ну что 320 хп ой 320 атаки но у нас у него 402 хп было я не знаю сейчас будет наверно меняться скорее всего потому что ему не выгодно так и есть ребят берет эндрик атерия у которого 225 к атаке это не очень хороший вариант для меня единственное что я могу это поставить мамонта и хорошо ему звездануть вот так сейчас он скорее всего будет брать уже ну естественно конечно же титана буа ай-яй-яй-яй против них кельнг кин конечно же очень хорошо будет сейчас выступать он одну атаку сделано получается окей одну атаку ну что кельнг кин ты готов его пробить отлично яблочко он даже ничего не стал делать прикинь ну что он дарик атерий ты меня сейчас уничтожишь да я так понимаю да да уничтожает и это плохо это ребята очень плохо так мамонтенок давай выходи раз два и вот так ну что в топку этого эндрик атерия и выходит андрю сарс ребята у него 102 хп нам нужно всего лишь одну атаку по нему провести если конечно получится нет не получается ну что официант давай не подведи меня потому что в принципе да ему крышка ребята все у нас 73 катаки у него 102 хп вот так вот мы его и уничтожили шикарно и переходим с тобой плавненько на последний поединок ну-как так архиатерий динатерий и гигантофия значит первым у меня пойдет блин кто пойдет у меня придется брать уртинотериума здесь мы с тобой возьмем элиматерия а против гигантофия я возьму пускай будет гасторнис такс отлично значит 374 у нас к урону естественно сразу же атакуем и остается у него 145 хп ну что ты там пляшешь ну естественно берет динатерий ходить не будет мы сделаем атаку с тобой ну что динатерий все по моему одну атаку делает одну атаку сделал и в защиту да короче раз два три четыре ну ему крышка в любом случае вот осел парнишка возвращается опять архиатерий у него 145 хп я не знаю что он будет делать что он тут придумает атакует прикинь он атакует ой глупец раз два три ты глупец вот что я тебе скажу ну и вот и гигантофия собственной персоной приползла у нее всего 72 атаки хе ну даже если ты так сделаешь все равно это тебе не поможет у нас классовое преимущество да мы потому что ребята степники а это пещерники вот и все вот и докрякалась ну что наше пора забирать награду колесо призов дайте легу 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 пожалуйста легу легу твою налево ну тирана титану это большая проблема ребята опять же иди он разберись что там у нас так ну что вот мы с тобой использовали сражение трех разных животных ускорение надо еще сделать так а что у нас тут выводится тиранодон тираннозавр ё-моё фига у них тут по времени я кого-нибудь могу хоть сейчас быстренько завершить вот могу здесь здесь я сделаю так он же потом обойдется мне в копеечку так давай-ка мы с тобой поставим на эволюцию ихтиостега да у нас насколько я помню мы с тобой собирались скрещивать кстати не только ихтиостегу и раджостегу раджозавра точнее тоже мы хотели вот он давай иди эволюционируй оу так мы его можем сейчас друзья по-быренькому кстати прокачать давай-давай-давай так забрали это еще не все следующая эволюция опачки как горячие пирожки идет нам нужно еще да получается здесь не так все просто ну давай-давай продолжаем и того получается двадцатка и двадцатка тридцать значит еще нам нужно одного сделать двадцать двадцать тридцать да получается еще нужно одного сделать ну давай что ты там так долго тянешь так кота за хвост угу совсем другое дело так ребят ну что прокачиваем до блин а у нас еды не хватает ё-моё с еду и беда кто бы мог подумать у нас воу вот у нас где еще хапчик надо срочно активировать все равно этого маловато конечно маловато ребят так ну что пока давай вот так вот сделаем пускай он там блин эволюционирует до тридцатого так скажем уровня да а мы с тобой потом займемся их теастегой так принять пвпшку это все понятно ну что давай переходим дальше на сходки и смотрим что у нас еще здесь есть могучие деньги собирая вот я хочу посмотреть что за собирая команду уныозавр первый да это у нас выходит ну если я вот например эйниозавра возьму посмотрим причем здесь только травоядники против травоядников очень интересная как говорится подгоночка блин у него считай на 150 единиц атака будет больше это меня это не особо устраивает если честно так он взял две защиты немножко какой-то странный у инозавр мне это нравится его вот эта странность ну-ка на тебе четыре четыре к атаке это слушай это очень плохо если мы сейчас с тобой так вот будем без защиты делать мы можем круто попасть давай я так сделаю вот так рано или поздно кто-то должен расколоться кто-то должен вот все вот здесь ему уже крышка он раскрылся поэтому мне за глаза и за уши снести ему 937 здоровья давай родной бомби просто причем у него рог который на носу да он идет вниз не вверх как обычно идет а вниз интересный конечно подход так ну что первая победа здесь за нами ты сам только что видел еще 4 впереди так здесь у нас что это за звук такой астафрикозавр кого мы против астафрикозавра возьмем ну можно попробовать раджастегу да поехали опять же опять же он сильнее меня получается 520 520 это тысяча друзья это беда прям какая-то и он тратит одну атаку мне здесь не выкрутиться получается да вот так туда делаем если он сейчас все пропишет мне крышка ну все теперь я его должен ушатать я его обязан ребята просто ушатать здесь смотрим да отлично получается мы здесь с тобой побеждаем и двигаемся потихоньку дальше это получается третий у нас поединок так диморфодон ну здесь немножко попроще нам топиелозавра я возьму да что такое там постоянно отчет идет таких ДНК 369 ну грубо говоря 400 возьмем 400 так если он сейчас ударит меня ему кранты угу ну что ребята если он взял одну защиту сколько у нас получается все ему кранты мы его пробиваем топиелозавр тут хорошо сработал так это что получается у нас были хищники травоядники кто сейчас будет смотрим ага микропозавр ну я здесь возьму диплотатора тут другого варианта нету берем сразу дополнительные очки если он сейчас ударит меня нет не стал а я пожалуй к бомбану все расписали моего прикольно ну что на последний поединок идем надо посмотреть кто там сейчас будет ох ох ё моё так травоядник хищник вот это ребята да значит погнали берем смотри как я сделаю я возьму вот так здесь мы возьмем с тобой вот так а вот против деморфодона я возьму наверное анхелодока поехали ребята сейчас будет конкретная битва так ну что наверное надо ударить все таки на тебе у меня ребята гибрид а у него обычный редкий интересно девки пляшут так он еще наверное будет атаковать нет атаковать он не стал сейчас я хочу просто посмотреть что он будет делать вот сейчас он скорее всего поменяет на астафрикозавра поменял ну что же мы меняем с тобой на нундагазавра и я пожалуй сделаю три атаки ух вырубаем его на единственное что деморфодон меня сейчас здесь да ребят скорее всего уничтожит ну там у нас тогда анкелодок будет править да уничтожает ну что анкелодок ты готов тебе тут много не надо париться раз два три по-моему три да за глаза и за уши нам ну что уинезаур выходи сколько ему надо потратить короче все я прошел это событие ребят давай раджастега будем веселиться ну как-то вот так ребята все уже поняли что побед за нами и мы это событие прошли не сказать что довольно легко но мне почему-то оно понравилось деньги мясо так деньги и прионазух ребята такого у меня не было прионазуха у меня не было это я тебе точно говорю поэтому очень круто мне нравится так кто там опять у нас буянит попробуем попробуем его поймать сами этого агрессивного крокодильчика сарказух да лежит лежит пузя свое выстрел чтобы его погладили жив притворюша притворюша лежит да да сразу ему не понравилось забалдел так ну что четвертый раунд замечательно можем сейчас кстати идеально поймать если ай-яй-яй все идеальная поимка замечательно 220 опыта и 5 днк на сарказуха здесь забираем еще и награды так секундочку еще заберем ну что у нас там остается у нас остаются могучие деньги ну босс это понятно в принципе уже нет смысла его ребята бомбить я пак открыл так что на дружзем летите может быть что скажешь блин ну здесь нет смысла бомбить да я наверное пойду да что же глюк то такой слышишь постоянно этот считает там что так а где я сейчас нахожусь даже не знаю ребята давайте начнем возьму идютерануса лабиринтозавра и их тястегу посмотрим у меня уже голова болит от этого блин ребята гриппозух вилцераптор и спинозавр да командочка такая еще ай-яй-яй я ни одного летуна я не взял да ну что ж давай посмотрим фига он как выглядит этот гриппозух как действительно аллигатор маленький челюсть у него что же что же сделать я не знаю он взял давай вот так вот так три катаки понимаешь мне бы их тястегу сохранить на самом деле она мне пригодилась бы против вот этих вот хищников мне кажется придется сейчас ютерануса просто сливать ребят скорее всего или даже вот так вот придется наверное сделать скорее всего даже вот так просто сливаю я его лабиринтозавра он сейчас наверняка возьмет наверное хищника он думает он наверное уже понял да хотя лабиринтозавр нормально вот да к сожалению погиб погиб мой лабиринтозавр ну и теперь моя очередь ребята валить сколько он три атаки сделал да три раз два три четыре раз два раз га валять так ну что велосипед раптор мод два я думаю с ним там мы справимся на изи ну давай что-то там жамкаешься оу он ничего не стал делать он ничего не стал делать и это ребята даже наверное хорошо раз два три раз два ага вот так вот вот так ты сделал да сколько ты сливать будешь ну пять одну одну очку здесь он себе оставил я не знаю куда на защиту поставил еще куда-нибудь значит сделаем так раз два три раз раз два вот так вот ну что ему крышка и и выходит и выходит у нас спинозавр 453 453 хп и мы и мы двигаемся с тобой дальше и сейчас заодно посмотрим где мы находимся на какой именно лиге мы на лиге выживших с тобой вот оно как и да что ты будешь ты делать ну в конце то концов мне уже просто нет слов ну что птернодоной возьмем спина раптора и диплотатора давай глянем вот такую вот команду так против травоядников есть против хищников есть блин калитозавр как вот ты не там выпал а ну что тут понятное дело надо сразу наверное а нет мы вот так сделаем лучше посмотрим будет атаковать или нет не стал он друзья не стал атаковать меня глянем так сейчас он гриппозуха скорее всего возьмет скорее всего поменяет ну он он раз два три этого нам достаточно я думаю трех будет да за глаза и за уши каритозавр одупляется и выходит опять же велосираптор ну здесь кстати он пробьет нас он сможет нас уничтожить четыре атаки ему придется потратить он тратит пять ну что тиранодон поехали нас тут заждались с тобой смертнички так скажем да бомби его по полной вот так великолепно ну что давай посмотрим на какую позицию мы с тобой передвинемся сейчас друзья мои на часах семь часов утра понедельник сегодня не забываем по черепашкам будет буст если я не вырублюсь конечно и не просплю этот буст так лига выживших что нам дадут ага тринадцать тысяч хавчика ну что есть шанс нам перейти с тобой сейчас после этого поединка на следующий ранг ну вопрос в том что кого взять так возьмем скафагната возьмем алангозавра и возьму пожалуй я ихтиостегу вот такие вот ребята будут у меня выступать смотрим кто против нас топижара трицератопс и майонгозавр в принципе меня вполне устраивает скафагната вряд ли этот хмырёныш сможет пробить я имею ввиду топижара единственное что он возьмёт травоядника ну а у нас там алангозавр есть меняет я так и думал но атаковать не стал поэтому я делаю вот таким вот образом не надо только вылетать и сделаем вот так ну естественно перестраховка конечно же как же без неё вот единственное кого он сейчас возьмёт против алангозавра я не знаю ребят да никого он просто решил отрывать ну ты понял да ему сейчас крышка плюс два бонусных очка кого бы он сейчас не взял топижара не справится майонгозавр тем более хотя если он сейчас всё сольёт топижара может победить но он этого не делает он тратит всего лишь одно очко а мы с тобой прописываем две на защиту если он взял две сразу на пробивку берём да и вот так отлично всё топижара отдыхает ну и майонгозавр что он сделает 77 атаки даже если он по-моему всё сольёт он не сможет меня пробить ну мы посмотрим потому что тут я не знаю какое ребята умножение идёт смотри вот 4 он тратит видишь 77 если даже на 4 это ну никак не получается ребят там ещё идёт всё-таки какой-то коэффициент умножения вот и всё вот смотри 77 до 77 это получается 140 140 140 155 до 155 это 300 с лишним а у меня было земля здоровья сколько там идёт какой-то да ребят коэффициент умножения потому что по-другому просто никак ну что мы вернулись в лигу охотников ну дай мне что-нибудь ну 600 днк окей продолжаем наши поединки возьму пеликанептерикса стегоцератопса и Таникалагриуса хотя у Корнораптора атака считай на соточку будет лучше чем у Таникалагриуса но зато по хп ребят почти в 200 там с лишним так ну что тут как ты видишь вообще на изи с ударом мы выносим этого гигантозавра а так у него три хищника ну всё тогда получается с крышкой пеликанептерикс тут будет веселиться сейчас ну что то высматриваешь вот и всё да высматривался то есть он на тираннозавра все скинул да жук тираннозавр не сможет нас красиво пробить а вот мы его пробьём вообще на изи проверим ай-яй-яй-яй жук немножечко не добили чуть-чуть не так ладно пеликанептерикс было очень приятно с тобой работать к сожалению мы тебя теряем да ну ничего сейчас за тебя отомстят погнали друзья на-ка ну вот то что доктор прописал давай посмотрим куда мы с тобой переместимся сейчас на какую позицию ну мы были на 91 да по-моему да переходим на 85 да ёк макарёк что же вы не дали мне пак ладно поехали дальше так здесь я возьму наверное уэрхозавра корно-раптора и тропе-гоптора поехали сейчас будем смотреть кто тут у нас ох ё моё орнитохейрус мы его почти ребят можем бомбануть не хватает совсем капельку на добивку совсем чуть-чуть а кого он поставит сейчас против нас никого а нет смотри постозуха решил поставить да а он не в курсе что постозух просто сейчас сударод дуплиться готов постозух опять возвращаемся к корнитохейрусу так ничегошенько он не стал делать проверим так всё победили и выходит скалозавр 90 к атаке ой ребят тут без шансов скалозавр у тебя нет ни единого шанса вообще здесь как-то выиграть ну что пробиваем довольно лёгкий поединок на самом деле и практически справились только лишь одним орхозавром это прикольно конечно но потому что здесь не было ни одного хищника у него поэтому и выиграли такс куда переходим 75 позиция опачки супер сокрушителей днк деньги и супер завр 325 очков доверия ооо друзья мои скоро у нас накопится чистое золото такими темпами так ну что Таникалагруса Эдю Морфодона возьмём и последнего возьмём мы с тобой конечно хотелось бы диплотатора взять чего уж там душей кривить ну наверное возьмём апатозавра ну и по итогу кто против нас алазавр трицератопс и альбертозавр да 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 мандочка будет да да алазавр какой-то сосунок просто сразу по щам получил ну давай 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 не выпидривайся уху уху в ответочку мне да вжучил ну что добиваем тогда трицератопс трицератопс если умный то поменяет если не умный будет атаковать о ну я тебе скажу что альбертозавра мы с тобой тоже сейчас уничтожим раз два три гудбай и давай возвращайся сюда родной ты мой трицератопс мод 2 он уже понял что ему крышка все равно давай делай атаку напоследок нет не захотел ну и дурачок вот и все 3302 урона это наверное еще был проще да у нас поединок чем предыдущий потому что разобрали на изи так ну что ж тогда переходим с тобой на какую там позицию 68 очень тяжело конечно идет продвижение 5 еда а у нас с тобой последний поединок вот что тебе хочу сказать ну давай возьмем так птерозавры в принципе любого победят кроме травоядника а у них залмаксес против залмаксеса у нас будет кто уступает велосераптор да если сможет конечно тут просто с удара выносим с тобой да и на них все почему-то мне кажется что и да у него 242 здоровья он ничего не сможет сделать просто ничего мы его да птеродактиль это конечно мощь друзья мои до свидания ну и супрано титан тоже нам абсолютно ничего не сделает то есть самая мощная да птерозавра это у меня ребята птеродактиль да и по-моему вообще среди динозавров это самая мощная боевая единица просто гроза небес я представляю если его еще прокачать а он наверное еще и гибридом становится с кем-то там наверное вообще мощь машина получается ну что последний поединок мы с тобой отыграли больше к сожалению ребят нет у меня динозавров и продолжать поединки я не смогу хотя очень хотелось бы опа хавчик так ну что забираем с тобой здесь награды деньги днк баксы и монолофозавр все 95 очков доверий так все задания завершены нас поздравили с этим да что же за звук то такой а ребят какой-то баг да баг так здесь у нас все забито под завязочку здесь у нас раджезавр выводится да ну что ребят на этой ноте пожалуй будем сегодня закругляться всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков удачи вам